Здравствуйте, с вами Николай Куприков и это «Беременна в 16». Ни одного выпуска не видел, вот как раз таки посмотрю. Третий сезон, первый выпуск. Погнали! В Калуге все с такими скоровными лицами ходят или только беременные? Калуга, 143 километра от МКАД. Население 332 тысячи 39 человек. Скоро будет 332 тысячи 40 человек. Есть международный аэропорт. А вот в Смоленске, например, столько же человек живет и вообще нет никакого аэропорта. Привет, меня зовут Маша, мне 15 лет и я из Калуги. Беременна в 15 получается, надо переименовать передачу. Рано беременна или беременна до 16 и младше. Кстати, офигенная была передача до 16 и старше. Кто помнит, напишите в комментариях. Маша живет с мамой и отчимом в частном доме. Отец поднимал руку на мать, бросил их, когда Маше было 7 лет. Мама работает охранником, так как нет образования. С высшим образованием тоже работают охранниками, сплошь и рядом. Отчим работает без выходных, чтобы прокормить троих. Ну, готовься, скоро появится еще один род. А ты отучишься, будешь хорошо работать директором. Да, у нас же учат на директора, конечно, блин, вообще без проблем. Я знаю только один способ, на самом деле. После калужского образования можно поехать в Чехию и там сняться в короткометражке в роли директора. Маша немного хуже меня учится. Я подумал, что это старший ребенок Маши, но нет, это ее одноклассница. Мне лень учиться. В жопу чтение! Ура! Мне больше нравится рисовать. Мы уже поняли, что тебе нравится. Мечты о карьере художника, архитектора и дизайнера разбились о сайт знакомств. Артему, как и мне, 15. Ну, пока все нормально. Я говорю, покажи фотографию. Мне он не очень понравился, но, естественно, не мне же с ним жить. Знаешь, ты тоже на любителя. И вообще было бы странно, если бы тебе понравился 15-летний мальчик. Она скромная девчонка, этим она мне понравилась. Знаем мы таких скромных провинциалок. Это они с виду такие скромные. На самом деле, 100 тысяч раз развратнее столичных проституток. Шутка. Ну, просто столичных девчонок. Ну, это, блин, факт. Я тебя люблю. Я тебя тоже. У Артема мама руководит крупной фирмой. Отец от них ушел давно, когда ему было 3 года. Ну, не отцу было 3 года, а в смысле Артему. И оказалось, он ушел в семью к Марии. Это был бы сюжет. Я не хотел сидеть у мамы на шее. Я хотел, чтобы Маша села мне на лицо. Оказалось, Артем гей. Мер. С мальчиком познакомились. Думаю, что это мальчик. Ну, не, я 15. Почему крестная похожа на гадалку с ТВ-3? Так, взрослый мальчик. Взрослый, да, значит? А, не, не взрослый. Ну, ладно, но все равно я вижу, я вижу компьютер. Потому что человек становится немножко неустойчиво эмоционально. Но возникли проблемы посерьезнее. Это мать. Все, ни ноутбук, ни телефон. Только учебники, поняла? И она решила убить мать. А, не, это уже для канала НТВ. Любовь только может быть матери к своей дочери, к своему ребенку. Ебану ты! Ну, конечно. Поэтому надо родить ребенка и любить ребенка. Сказано, сделано. Потому что я беременна. Когда вы все успеваете? Учеба, художественная школа, этот придурок постоянно в компьютерных клубах зависает, кино. Кино, точно, блин, кино. На последнем ряду сношались, да? Машенька, а вы половую жизнь не живете? Да. А вы не подозревали, что у вас беременность? То есть я беременна? Да. Для меня это был просто шок. Вот вы говорите, в школах нужно вводить половое воспитание. Ну, во-первых, по-моему, уже все уже давно введено. Но в Калуге в 2020 году, что, до сих пор не знаю, что занимаясь сексом можно забеременеть? Ну, так что ли получается? В девятом классе, наверное, они все это уже проходили. Ну, по-любому, по школьной программе. Но она, видимо, прогуливала и нагуляла ребенка. Вот такой вот каламбур получился. Не знаю, а что теперь делать? А что делать? Муравью хуй приделать, что делать? 17 недель. Это половина срока, блин. Тошнит, нет месячных. Да не, может быть, продуло просто что-то. Маш, ну как так получилось? Конечно, между одноклассницами пропасть. Привет, я себе новую куклу купила. А я залетела. Было без презерватива. Походу, тогда и забеременела. Ну, тогда надо и рожать. Ну, что поделать? Ну, тогда надо. Я настолько сильно от этого всего, что... Доча, как я тебя понимаю? Когда ты успела, скажи. В промежутках между школой и уроками рисования. Прямо на мольберте. В этой ситуации виноват, конечно, парень. Естественно, девка тут вообще ни при чем. Девочка, которая девственница, не она полезет в штаны мальчику. У нее не хватит на это ума. Во-первых, девушки бывают разные. Это мы знаем из песни. А во-вторых, мы с девушки вообще всяческую ответственность снимаем. Да уж просто говори прямо. Он ее изнасиловал. Ну, че уж тут. В моем окружении девочкам, которые по 12-14 лет... Вот. 12-14 лет. С этого возраста девочки в провинциальных городах и поселках городского типа вступают во взрослую жизнь. Это наша реальность. Мне стало интересно, что такое секс и вообще как это. Интересно. А то, что бывает после секса, неинтересно, нет? Меня в 16 лет заставили сделать оборот. Вот и мама такая же. И у этой дочка тоже будет такой же. Подумала, что эта новость станет сюрпризом к его дню рождения. О, это будет худший день рождения в жизни этого парня. Это ты так, типа, шутишь на мой день рождения? Артем? Да, да. С днем рождения. Ты скоро станешь папой. А вот это, знаешь что? Вот это? А вот это повестка в военкомат. И вот тебе еще одна бумажка. Да, да? А что это? Что это за бумажка? А это кредит на 30 лет на квартиру. Артем сказал, что все будет хорошо и эмигрировал в Америку. Нет, нет. На самом деле, просто все хорошо воспитаем. Матери сам расскажу. Слушайте, ну, блин, просто прекрасный какой-то мальчик. В 15 лет и не убежал от ответственности. Типа, блин. Надо было думать о буроках, а не о том, чтобы ложиться с Артемом в постель. Ты моя умница. Артем сообщает в маме в облудновом магазине, что Машка беременна. И они идут в детский мир. Нет, на самом деле, никуда они идут. Они идут нахер куда-нибудь, да? А тем временем менты заводят уголовное дело, между прочим. Интересно, а сколько цыган посадили за педофилию и совращение малолетних? Я думаю, что нисколько. Я зачем тебе презервативы совала по карманам? Я думал, что это чехлы на обувь. Она должна была держать себя в каких-то рамках. Ну что ж, получается, каждая мать защищает своего ребенка. Думаю, это для драматургии специально сделано. Хотя, на самом деле, матери бывают разные. Тоже, как и девушки. Ну, матери, это же девушки. Дальше по законам жанра. Мать Артема предлагает сделать искусственные роды, чтобы избавиться от ребенка. Маша отказывается. Мама Артема – настоящий коммерс. Она предлагает оформить Машку матерью-одиночкой и получать баблишко. Отличный план. Ментам сказали, что все было по обоюдному согласию, и дело замяли. Странно, что не посадили. Так же обычно проблемы решаются, правильно? Возраст согласия, сука, 16 лет, блин. Сексом занимается, вот как сказала наша героиня, в 12, в 14. В 15 уже беременеют и рожают. И еще отца ребенка, конечно же, в тюрьму. Ну, это просто супер вообще. Лайк, лайк правосудию. Возраст согласия надо уменьшить не для того, чтобы 50-летние трахали детей, а чтобы вот такие вот 15, 16, 17-летние отцы не попадали в тюрьму за решетку. Потому что как-то странно получается, да? То есть девочка, значит, рожает. Ну, в 16, в 15 лет это уже вообще для нее стресс, жесть, да? Мир рушится, и отец ребенка отправляется в тюрьму. Ну, классно. Мать Артема перевела его в класс Маши. Лайк. Вообще, лайк и подписка просто. Маша очень раздосадована тем, что не сможет пойти на выпускной. Да, это, конечно, печаль. Кстати, фотку выложил, где мы в компьютере нам купим. А че такое-то? Батя-геймер, горе в семье. Да, точно, девочка, принцесса. Что я говорил, еще одна будущая героиня шоу «Беременна в 16». Маша сетует на то, что Артем не сделал ей предложение. Ну, осталось радоваться, что она залетела не от отчима. Уже, в принципе, неплохо. Уже достижение для Калуги. И психолог Диана советует Маше сделать предложение своему парню. Хм, почему бы и нет. Мать Артема говорит, денег нет, но вы держитесь. А мне шо, с ней детей крестить не будет? А вот как раз таки, да, с ней тебе детей и крестить. Машу положили на сохранение, но там ей сказали, что сохранять невозможно. У нее преждевременные сохранять невозможно. Отошли в воду. Нет, все нормально на самом деле. Просто Артем рубится в КС Гоу. И ему некогда навещать свою беременную жену. Будущую жену. И рассказала, что видела Артема в игровом клубе. Исповедь психолога. Мне реально уже достало. Утешайте ее, поддерживать. У меня есть своя жизнь. Сделала ребенка, значит, есть мозги на свое будущее. Геймер явился таки проведать свою бабенку. Где ты был вообще? Гулял. Ты же мой хороший. Гулял он. Артем гулял, а Маша нагуляла. Мать Артема предложила купить бушную коляску у своей знакомой. Мать Маши категорически против. Попросила приехать помочь выбрать кольцо для Артема. Блин, ну как это ужасно. Будь моим мужем, блин. Реально так делают, что ли? Это я такой старомодный. Нам обручальное кольцо, пожалуйста, для мужа и Принглс. Я просто там наклейки собираю. Любимую выжаренную картошку разлила. Кефир по бокалу. Хозяйка совсем ебобо. Кефир, блин. Ну да, там же 1% алкоголя. Почему нет? Сделал мне предложение. Это было настолько тупо, что я вообще хотел сказать нет. А что тупо-то? Я не понимаю. Свечи, картошка, кефир, кот. Идеальное предложение. На полу ковер. На стене ковер, блин. Не жизнь, а сказка просто. По-моему, у Аладдина и Жасмин столько ковров не было, сколько вот в российских провинциях. Устроила ужин. Ты ебаный. Реакция мамы классная. Артем зависает со своим педиком в компьютерном клубе. Ходит на вписки. Я написала Артему, что между нами все кончено. Да, психанула. Артем перезвонил. Мама взяла трубку и сказала, что такой зять нам нафиг не нужен. Он нам нафиг не нужен. Артем пришел поговорить. Ему никто не открывал. И он разбил окно. Машу до родов положили в больницу. Ну, потому что у нее родовое вот это. Рожает она. Привезли в ближайшую больницу с родовыми. Маша рожает. Все семейство в сборе. Только психолог не пришла. Потенциальная теща не подпускает зятя к ребенку. Маша мамы воду баламутит, конечно, капец просто. Ты алкаш. Да, а ты кто? Ты шлюха? Алкаш и шлюха. По-моему, отличная пара. Для периферии в самый раз. Проваливай. Провалишься ты сейчас ты. А как все хорошо начиналось. Ведь об этом 12-летней подруге ей не поведали. Назовем это обратная сторона секса. Ожидание реальности. Говорил то, что я вообще эту дочку нагуляла. Блин, кстати, действительно, а это точно его дочь? Я бы засомневался. Умри. Ахаха. Шлюха. Это хорошо? Это тебе, что ли? Это он пишет дочери моей. С нашей жизни убери этого своего сына. Я его не могу человеком даже назвать, понимаешь? Ну, мать реально долбанутая. Сижу. Какой х** ты здесь сидишь? Ну, а что мне это сделать? Блин, реально такие матери есть. Хочется верить, что нет. Хотя, блин, матери бывают разные, это понятно. Парень, вот, действительно, нормальный. Это такая большая редкость. Ну, подумаешь, играет в компьютерные игры, блин. Ну, ему 15 лет, а не 45. Я-то думал, он сейчас ей изменит. Еще что-то там произойдет. Да, найдет другую. Она тоже залетит. Там еще какая-нибудь такая фигня. Ну, нет, нет, просто, в принципе, обычный, нормальный, среднестатистический 15-летний паренек. Дальше следует непереводимая игра слов. И все, попробовал. Итак, наша следующая рубрика шокеры. Какая-то сумбурная х**ня происходила. Я ничего не понял, но Артем, походу, ударил Машу. А вот почему Машу? Это теще надо было навешать люлей? Мама и Маша пошли в ментовку и написали заявление. Сняли побои. Ты на его сторону перешла. Ты сама одиновато. Психолог занял сторону Артема. И в итоге ни мужа, ни подруги, ни хрена. Сейчас еще и отчим уйдет, ну, к матери Артема. Вот это был бы сюжетик, конечно. Мать Артема пришла проведать внучку. К сожалению, на вашего сына. К сожалению, на вашего сына. Ну да, да. Любовь может быть только к матери и ребенку. Мы помним же. Я не понимаю, а как же любовь к пельменям, к салу, к жаранью после шести? Это что, не любовь, что ли? Ну, если не любовь, то что это? А? Мать. Маши. И пообещала себе, что в моей семье такого никогда не будет. Ну, ты что, глупенькая? Бьет, значит, любит. Не оправдываю домашнее насилие и любое другое. Но если бы мать не вела себя, как последняя мразь, мне кажется, этого бы не случилось. Думать головой, чтобы не портить ребенку жизнь. Думать головой надо было, когда ты трахалась без гондона. Я не знаю, какие можно выводы сделать. Вот что делать, чтобы такие ситуации не происходили? Или, по крайней мере, их число как-то уменьшилось. Ну, секс-просвет нам нужен. Ну, нужен, да, конечно. Конечно, нужно в школах об этом говорить, естественно. Обязательно нужно об этом говорить. Но я уверен, что они все это прекрасно знают. Я вот просто уверен на сто процентов. Ну, во-первых, они там в передаче говорили, да, что вообще они пользовались презервативами, просто вот решили, что-то не было. Приспичило очень сильно. Ну, презервативы рядом не оказалось. Ну, так что теперь, блин? Ну, такая возможность пропадает, тарахнуть другого человека. Ну, и все-таки почему это все происходит? Это вот, на самом деле, очень хороший вопрос. А вы знаете, что творится у 14-15-летних в голове? Ну, я вам попробую объяснить, что у них творится. Информации сейчас очень много. Вот в наше время был Cool журнал, был журнал Cool и Cool Girl. Оттуда мы узнавали всяческие разные интересные вопросы, да, то есть, как вообще, надо мыться, допустим, там, вот надо мыть или нет, или не надо, или, может быть, так сойдет. От поцелуя можно забеременеть или нельзя, да, то есть, ну, волновали нас вот такие вот вопросы. Мы оттуда черпали какую-то информацию. То есть, там, подросток писал в редакцию, и специалист какой-то, ну, отвечал. Сейчас переизбыток информации в интернете, ну, это что получается? Они смотрят в Инстаграме, например, ну, подписываются на каких-то девчонок, каких-то вот психологов, которые рассказывают всякую дичь, да. Например, вот некоторые девчонки после вот этого просмотра, они думают, что, ну, когда ты переспишь с парнем, то, в принципе, ну, действенности ты можешь и не лишиться, да, то есть, ну, вообще, скорее всего, так и не лишишься, потому что там все как-то по-другому. Просто вот что-то растянется там, да, то есть, ну, плева сохранится. Наверняка такие случаи были, но они почему-то это воспринимают так, что, типа, ну, ну, со мной вот так вот и будет, вот как она сказала, вот так вот и будет. Потом, когда спят без презерватива, ну, парни говорят, что, блин, ну, не те ощущения, как бы, да, ну, в принципе, действительно, можно попробовать, была не была. Почему они так делают? Потому что они себе говорят, что я не забеременею. Вот я сказала, я не забеременею, значит, так оно и будет. Ну, и действительно может прокатить, да, действительно может прокатить, а может и не прокатить. Может быть, вот вы будете вот такой вот машей, растеряшей. В больших городах, в столичных городах, да, все-таки такие случаи реже происходят. И вы знаете, очень странная вообще ситуация происходит. То есть, вот эти вот деревенские провинциальные девчонки, они внешне очень скромные, да, вот посмотрите вот на эту Машу, ну, такая она скромная, да никогда на нее не подумаешь вообще, что она трахается там на пропалую уже там с 14 или с 12 лет. Она выглядит, ну, просто как вот из монастыря, да, пришла, то есть, еще вот платочек подвязать, да, они все-таки очень скромные, стеснительные. В купальнике не купаются. Они знаете, как купаются? Вот они надевают купальник, они сверху надевают футболку и шорты, и вот так вот купаются. Почему так происходит? Потому что им стыдно, потому что это, ну, как, ну, люди будут смотреть, ну, как-то это же такая стыдоба. Да, но при этом в 14 лет трахаться просто направо и налево не стыдно. Это абсолютно нормально. А в городе вот этот вот, я не знаю, ну, какой-то культ секса, да, то есть, все, какой-то переизбыток, но на самом деле девчонки городские, они лишаются детственности в 17, в 18, в 19, в 20 лет. Понимаете? То есть, вот так вокруг вот этого секса очень много, да, то есть, они могут фотографироваться как-то в таких, в каких-то пикантных позах, да, они не стесняются ходить в купальниках, они не стесняются переодеваться там, допустим, ну, где-то, ну, не то чтобы в публичном месте, но в какой-нибудь раздевалке в такой общей, да, но при этом они не трахаются направо и налево. Парадокс. А что с этим вообще совсем делать? Мне что с этим совсем делать? Вот вам, что с этим делать? Со всей этой информацией? Вот это вот беременна в 16, ну, наверное, знаете, польза какая-то есть от таких передач. По крайней мере, мы вот сейчас с вами это все дело посмотрели, сейчас мы это все дело еще в комментариях обсудим, и, может быть, что-то у нас отложится, да, но мы-то с вами уже взрослые люди, что нахер у нас, блин, что я вообще несу, что у нас, блядь, может отложиться, у нас все уже отложилось, у нас вот на боках все уже отложилось, блин, и так далее. Вот вместо того, чтобы смотреть это все, то я бы лучше, не знаю, блин, на турники еще разок сходил, хотя я был сегодня, но сходил бы еще раз. Короче, такие передачи вот для этих всяких малолеток, блин, недоразвитых, да, но я уверен, что вот они посмотрят и все равно, блядь, вот сделают то же самое, понимаете? Все равно забеременеют, все равно это все будет происходить из раза в раз, понимаете? Это все из поколения, сука, блядь, в поколение, все это будет продолжаться. Вот сейчас вот эта мать вот этой Маши, она вот забеременела в 16, хорошо, там, ее мать настояла на том, чтобы она сделала аборт, да? Ну, капец, тоже очень замечательно. И это в 15 беременеет, значит, вот сейчас ее дочь уже, вот этой Маши, она забеременеет в 14, а дочь, дочери Маши, она забеременеет в 13 и как-то мы вот так скатимся туда, вот куда-нибудь к цыганам. Итак, спасибо всем большое за просмотр. Довольно смешанные, конечно, чувства после этого всего. С одной стороны, блин, и постебаться есть над чем, с другой стороны, думаешь, сука, блин, ну это ведь ни хера не смешно. И тем не менее, вы знаете, что нужно делать, но я на всякий случай напомню. Нужно и большие пальцы вверх поставить и прокомментировать обязательно, что вы думаете вообще про эту ситуацию. Ну и не будьте Машами, будьте осторожны. Калуга, 143 километра, он... А че туту? Че ту-ту-ту?